хотите увидеть фокус сейчас я покажу вам боль а теперь что будет с болью если мы сделаем вот так боли нет что это дальше в ролик теперь давайте попробуем раскрыть в чем же была ситуация то есть в чем проблема исходно в ровной позицию пациента наблюдается боль в проекции пальпации средней ягодичной мышцы в то же время когда мы его наклоняем в эту сторону боль проходит что это может быть давайте подробно разберемся чтобы разобраться какая проблема имеется в средней ягодичной мышцы почему она болит давайте протестируем несколько мышц которые могут повлиять на боль в средней ягодичной мышцы в первую очередь начнем с квадратной мышцы поясницы потому что нестабильная поясница может вызывать дефицит иннервации то есть поступление нервных импульсов в мышцы стабилизирующие таз и тем самым может случиться так что изогнутый поясничный отдел либо в эту либо в эту сторону может повлиять на дисфункцию работы средней ягодичной мышцы потому что когда мы его изогнули мы поменяли позицию и поясничного отдела и в то же время укоротили среднюю ягодичную мышцу в общем давайте разбираться тестируем квадратную мышцу поясницы возьмите по краям за кушет ноги вместе сейчас обеими ногами дави влево не работает сейчас обеими ногами дави вправо сейчас получаем что квадратная мышца поясницы слева она гипотонусе а квадратная мышца справа имеет тонус но мы еще не знаем это норма тонус либо гипертонус давайте проверим насколько гипертонично либо норма тонично квадратной мышцы поясницы для этого еще одна фишечка нужно укоротить мышцу то есть на примере бедра если это у нас прямая мышца бедра чтобы понять норма тоничная она или нет мы после теста должны просто сблизить брюшко мышцы друг другу как это выглядит на примере прямой мышцы бедра держи вверх дави норма тонус сближаем удерживай вверх дави вот это истинный норма тонус то есть был тонус мы укоротили она дала ослабление то есть проверим то же самое с квадратной мышцы поясницы ноги вместе дави на меня получаем тонус укорачиваем проекцию квадратной мышцы поясницы дави на меня она не ослабляется то есть можно смело утверждать что сейчас имеется гипотония квадратной мышцы поясницы слева и гипертонус квадратной мышцы поясницы справа сейчас даже если посмотреть его поясничный отдел то он будет изогнут вправо потому что тут мышцы тянут сильнее поэтому что я предполагаю когда мы изгибаем корпус в левую сторону мы механически растягиваем укороченную квадратную мышцу поясницы выравнивается относительная дуга относительный вектор позвоночника в поясничном отделе и нервы дают нормальную иннервацию в органы таза и мышцы таза давайте перепроверим то есть сейчас мне нужно будет устранить дисфункцию в левой квадратной мышцы и если после этого боль уменьшится в средне ягодичной мышцы значит мы все сделали правильно проверяем еще раз тест квадратной мышцы поясницы слева показываю держись по краям ноги вместе обеими ногами дави влево гипотоничная то есть мышцы тонус не задает сейчас я временно имитирую устранение дисфункции в левой квадратной поясничной мышцы путем устранения триггеров и посмотрим как это повлияет на боль средней ягодичной мышцы слева но перед этим давайте еще дополнительно протестируем среднюю ягодичную мышцу слева тест ногу выводи и сейчас левой ногой в сторону дави дави она не работает гипотония средней ягодичной мышцы пробираемся квадратной мышцы поясницы и просто эту проекцию мы немножко массируем только лишь имитация после этого сразу лишь левой ногой дави влево мы получаем тонус средней ягодичной мышцы слева а теперь на боль и никакой реакции болевой в этом положении ждем 321 и снова магия как сейчас боли вот и все то есть по сути нам не нужно лечить час здесь боль тазобедренном суставе нам нужно устранить дисфункцию в поясничном отделе и тогда в конце концов мы оздоровим не только тазобедренный сустав слева но и в принципе все что касается таза и нижних конечностей понравился выпуск смотрите дальше если вы еще не знаете что такое кинезиология на все основные вопросы я ответил вот по этой ссылке если вы еще не умеете тестировать вы можете начать обучаться по видео которое будет по ссылке в описании проходите там же заключался фокус в том что боль в какой-либо части тела не всегда устраняется именно в этой части тела то есть если болит у тебя тазобедренный слева не надо именно там его мучить возможно есть какие-то другие причины возникновения этой боли в данном случае получилось что выровняв позицию поясничного отдела мышца достаточно получила иннервации соответственно контроля со стороны нервной системы получила кровоснабжение и уже не сигнализировала о какой-либо дисфункции потому что боль это сигнал это дисфункция если хотите больше каких-либо видео или есть у вас какие-то конкретные темы пишите в комментариях обязательно будем разбирать уточнять поэтому оставайтесь с нами всего доброго до следующих встреч